Друзья, всех приветствую из города-курорта Сочи. Сегодня у нас с вами 15 октября. И мы начинаем этот с вами день на Роза-Хутор. Итак, сейчас мы приехали на Роза-Плата. Это высота 1100 метров. Здесь расположено множество-множество отелей. Вы можете здесь разместиться. Даже есть огромный большой медицинский центр, medical spa. И здесь можно также, как и в санатории, немножечко подлечить свое здоровье. Ну а сейчас в такую прекрасную погоду мы с вами пойдем прокатимся на Рудельбане. Рудельбан это такие горные сани, которые расположены высоко-высоко в горах. На Роза-Хутор расположено очень большое количество магазинов. Не только на высоте 540, но и на 1100. Здесь можно купить горнолыжную одежду, всякие футболки, майки, комбинезоны. Даже есть О-Вино, Алкомаркет. Если это необходимо, конечно же, обязательно есть аптека Столетов, доктор Столетов. Это сеть аптек, которая расположена на трех курортах. Здесь такая вот есть прекрасная фотозона. Смотрите, качельки такие вот. Можно присесть и покачаться на этих качельках. Очень-очень красивая. Вот она. Здесь такие снежные, белоснежные горы. Так, сейчас, кстати, вот она реклама. Рудельбан, горная олимпийская деревня. Либо забиваете в навигаторе Роза-Плата. И идете уже потом вверх по этой дороге, и слева будет находиться Рудельбан. Итак, несмотря на то, что это горы, температура воздуха сегодня плюс 22 градуса. Очень жарко. Я, конечно, накинула сверху такую джинсовую куртку в джинсах. Но очень много людей, которые ходят, гуляют именно в футболках. Люди уже отдохнули, с чемоданами едут. Видимо, возвращаются обратно в аэропорт. Кстати, что касается аэропорта, до аэропорта от Розы-Хутор где-то примерно 45-50 минут. Поэтому расположение от самого аэропорта, в принципе, недалеко. Очень близко. Вот, обратите внимание, да, на то количество людей, сколько сегодня. Сегодня выходной день, но людей будет очень-очень много. То есть наши курорты, они живут не только зимой, но еще и летом. Кстати, вот здесь как раз-таки расположен детский склон учебный. Называется горнолыжная школа Егорка. Вдруг для кого-то будет это актуально. Это для тех, кто катается на Розе-Хутор. Я лично зимой на горных лыжах катаюсь на Газпроме. Либо Альпика, либо Лаура. Так, ну вот мы с вами, в принципе, и дошли. И вот нам впереди Родальба. Я сейчас сниму полный обзор спуска. Но я его опубликую в другом видео. Поэтому обязательно заходите на канал и смотрите полный обзор этого спуска. Сейчас мы пройдем в кассу, копим билетики. Кстати, сани автоматически наверх вместе с вами поднимаются. Сами сани оборудованы автоматическим тормозом. Есть ручной тормоз и есть автоматический. И также есть, грубо говоря, датчики приближения к другим саням. Потому что вот одни сани, потом вторые. То есть если вдруг сани увидят то, что вы близко подъезжаете. Уже к другим саням. Потому что кто-то может ехать очень медленно. А те, кто могут ехать очень быстро. И могут немножечко как бы друг друга догнать. Вот, поэтому они оборудованы такой вот системой. Все, вот он Родальбан. Протяженность у нас получается так. 1350. А перепад 147 метров. Он имеет три таких виража, кольца. И просто извилистую дорогу. В общем, сейчас я вам все буду показывать. Кстати, на Розах хутор даже есть вот альпака парк. Мими-ми-ми место, где живут ручные альпаки, кролики и овечки. Вот они. Так, ребята, в общем, один круг. Один человек, один ребенок. Два круга, три круга. Ночные виражи. И можно купить также еще тариф семейный. В общем, детям до пяти лет категорически нельзя. И также можно... То есть, цена билета, она отличается. Если будет один взрослый и один ребенок. Либо, допустим, два взрослых. Так, у нас получается один взрослый, один ребенок. У нас вышел сколько? Ну-ка, держи. Минуты. Сейчас я скажу, сколько. Так. У нас тысяча... Вот он, получается, человек. Тысяча девятьсот пятьдесят. Это получается один взрослый, один ребенок. И второй круг я взяла. Двое взрослых. Но максимальный вес не должен превышать сто пятьдесят килограмм. Это, получается, двое взрослых. Это на одних санях два девятьсот. В общем, вот такой вот аттракцион. Сейчас мы поедем прокатимся. Итак, друзья, вот такие вот сани. Вот они, видите, да? И вот они уже тут выстроились. Вот они на два человека. Вот такие вот сани. Вот они приезжают. Но это без человека. Да. Вот они приехали. А есть, получается, вы там высаживаетесь и по лестничке спускаетесь. И сани пустые уже сюда спускаются. Так, ну что, ребят, сейчас мы с вами прокатимся на Родаль-Банель. Скорость 40 километров в час, протяженность 1300 метров. И так, ну что, друзья. Друзья, солнышко уже скоро у нас садит. Время сейчас половина четвертого. Мы сейчас идем обратно на парковочку. Кстати, сюда на парк можно приехать и на арендованном автомобиле и поставить его либо на платную стоянку, либо есть огромная бесплатная стоянка. Ну, можно поискать. Ну, можно поискать там в течение пятидесяти минут, можно найти парковочное место свободное. И поставить туда свой автомобиль. В общем, сейчас показываю вам. Здесь это раньше называлось Олимпийская деревня. Вообще, Красную Поляну построили уже к Олимпиаде. Роза Хутор. Есть три курорта. Ну, вы знаете, все это смысл пересказывать. Давайте вам просто с вами прогуляемся. Сейчас мы гуляем на Роза Хутор. Сейчас доедем еще до курорта Красная Поляна. Кстати, у Розы Хутор был суд. В связи с тем, что Роза Хутор подала в суд на курорт Красная Поляна, то, что они взяли, ну, такое себе имя, раньше он назывался Горкий город, курорт, а теперь он называется курорт Красная Поляна. В общем, Роза Хутор подала в суд на Красную Поляну, потому что они взяли одноименное название самого поселка. Но, кстати, они выиграли суд. Ну, в принципе, они-то ни за что особо-то и не боролись. Просто вынесли решение сюда, то, что они могут иметь такое название, как Красная Поляна, кстати. Видите, как много флагов. Все, идем с вами. Лыжники и сноубордисты. А вы, ребята, к кому относитесь? К сноубордистам или к лыжникам? Я, допустим, к лыжникам отношусь. Да. Я тоже. И ты лыжник, да. А это, кстати, вот ресторан Груша. Здесь вот есть еще. Кстати, очень много таких вот кафешечек, где можно посидеть на улице. Всякие детские площадки. Иди. Всякие детские площадочки. Такие вот мягкие кресла. И вот этот вот я хотела сказать про этот ресторан Груша. Я тоже там когда-то была. Один раз. И вообще мне очень нравится на Роза Хутор. Именно на этой высоте нравится один отель, который называется Гринфлау. Там у него есть такой классный, просто классный бассейн. И он как будто бы над обрывом. Вот. И там очень прикольно. Так что обязательно, если вы захотите остановиться на Роза Хутор, можно, конечно, и на высоте 540 остановиться в отеле. Ну, можно и на этой высоте. Здесь тоже есть своя изюминка. Но, конечно же, когда наступает вечер, здесь, ну, намного меньше людей. Вот оно, дерево, груша. А это вот похоже на лавровый лист. Такие вот скамеечки здесь деревянные. Вход вообще с обратной стороны. Там у них есть терраса даже. Ну, в принципе, неплохой. Кстати, вот есть даже пиццерия. Раньше ее не было. Папа Джонс. Она в Центральном Сочи. Она очень славится. Вот она. Прямо на первом этаже находится. Сейчас расскажу. Кстати, вот он отель, про который я вам говорила, что medical spa. Ну, вот он называется Роза Спрингс. В общем, здесь можно также еще пройти лечение. Очень много многопрофильных врачей. Дим, давай в следующий раз. А такие есть и везде. И в парке Ривьере даже у нас. Батуты попрыгать. Батуты попрыгать кенгуру. Потом попробуешь. Почему? Ну, потому что. Вот они тоже. Видите, скамеечки. Сегодня вообще классный теплый день. Очень жарко. Особенно, когда ты стоишь на месте. Вообще солнышко очень сильно пригревает. Кстати, видите, все такие вот отели, они все практически в одном цвете. Такой вот светло-бежевый, коричневый, серый. То есть все практически. Да, даже на курорте Красная Поляна там, в принципе, все то же самое. Плюс-минус одинаковая архитектура, плюс-минус одинаковый дизайн. Мы сюда, кстати, добирались на автомобиле. Можно сюда добраться и просто на канатке заплатить там сколько-то там рублей. Не знаю, правда, сколько. Вот. Ну, мы добрались на автомобиле, поставили на парковке. То есть нам не пришлось платить за канатку, за подъем на канатке. Смотрите, еще один отель. Вот он. И посмотрите на количество номеров в данном отеле. И вот здесь на Новый год, на зимние праздники здесь будет все занято. Поверьте, все занято. 95% я думаю, что точно здесь будет занято, а то даже и больше. Все 99%. Потому что здесь очень огромное количество людей, именно горнолыжников, горнолыжников, сноубордистов. В общем, людей, которые занимаются активным отдыхом в горах, здесь будет очень много. Очень много людей. И причем цена будет недешевая. Сейчас, если вот мы пройдем, за который отель я вам говорила, если мы бы прошли вот так прямо до упора, там как раз-таки есть отель, который называется Green Flower. А вот этот вот отель, Бугель-Вугель, бар. Бар и он же отель. Ну, знаете, грубо говоря, для такой, для молодежи, для каких-то там тинейджеров 18, ну, 18, 19, 20 лет. Там им будет интересно в данном отеле. Там у них такое вот все современное, будем так говорить. В общем, такие вот есть, видите, даже такие, как дома, там на несколько номеров. А есть вот такие вот отельчики, видите, да, даже флаги висят. Россия. И все. Остальные я не знаю. Везде флаги, так сказать, достояния от Олимпиады. Корпус С, роза, скай, ин, называется. Корпус С, корпус Д, корпус Е. Видите, здесь можно вообще на травушке-муравушке так вот посидеть, прекрасно отдохнуть. Вот, смотрите, тут даже вот на газончике вот так можно полежать. И вот она, кстати, эта парковочка, к которой мы сейчас идем. Вот она. Так, ну все, друзья, я отключаюсь. В общем, пишите обязательно комментарии, ставьте лайки. Вот он, смотрите. Бугель, Лугель, Бар. Посмотрите, у них даже таблички такие, типа, по газону не ходить. Обнимашки здесь. Смайл-зон. Бегай. А, забегай, есть свободный номерок. Бочка добра. Иду, иду. Я сейчас приехала на Красную Поляну. Идем сейчас на площадь времена года. На этой площади всегда проводятся какие-то знаменательные события, проводятся праздники, развлечения. В общем, для всех жителей и гостей курорта. В общем, идем сейчас. Я сейчас разверну камеру, покажу вам, где мы сейчас идем. Поставили автомобиль. Можно, конечно, и поставить на автостоянку, но мы решили просто ее оставить, дабы сэкономить. Вот. Сейчас дойдем, заодно прогуляемся. Движение – это жизнь. Так что идем, гуляем. Конечно, трасса здесь очень шумная. Но сейчас дойдем, я вам все покажу. Сейчас разверну камеру, покажу здесь, какие виды, какие горы, какие отели. И вообще, что я рекомендую на этом курорте. Итак, друзья, здесь, кстати, благоустройство идет не только в Сочи, но еще и на Красной Поляне. Здесь делают вот такие вот тротуары. И здесь такая вот велодорожка. Так, мы сейчас идем в Поляна Лаунж. Здесь, видите, ну, все в таком, конечно, состоянии, но перед зимним сезоном сейчас это все благоустраивают, все делают. Ну, очень, в принципе, даже приятно то, что заботятся и о жителях, и о гостях курорта. Значит, слева здесь находятся некоторые вот здания, некоторые апартаменты. А здесь уже находится отель Marriott. И сразу за отелем находится казино Сочи. Итак, друзья, смотрите, я дошла до бонуса. Игровые автоматы, бар. Это все присутствует на Красной Поляне. Но есть и, будем так говорить, это филиал самого главного казино Сочи. И здесь есть прикольная такая, будем так говорить, столовая, которая, ну, я ее приравниваю к столовым. Фуд-маркет даже вот, видите, как правильно называется, называется печь. Вот туда тоже можно зайти. Ну, там по принципу столовая. И, кстати, недавно открылось здесь медийное место. Вот оно, медийное место. Очень вкусное. Здесь готовят мидии в сливочном соусе, в томатном соусе и в соусе том-ям. Итак, друзья, вот мы с вами и дошли до площади времена года. Вот она. Она так и называется. Если вы будете забивать адрес, это набережная времена года. Вот она находится здесь. Самая главная сцена. Гуляш-бар. Горы. Прекрасная здесь такая подсветочка вечера. Здесь, где зеленый круг, трава у нас здесь на Новый год, здесь елку устанавливают. В общем, мы сюда, в принципе, приехали еще зачем, чтобы покататься вот в этом скейт-парке. Потому что дети очень любят вот этот скейт-парк. Здесь катаются на самокатах, роликах. Даже есть вот она скейт и ролл. Роллер-школа. Здесь можно арендовать либо скейт, либо ролики. И покататься вот в этом замечательном бесплатном скейт-парке. Прекрасный вид на горы, на апартаменты. Пока что погода еще достаточно хорошая. Но в Сочи обещают то, что уже буквально со следующей недели, где-то дня через два, уже погодные условия ухудшатся в Сочи. И уже не будет такого прекрасного солнышка. Не будет этих солнечных денечков. Ну, а мы будем готовиться уже к горнолыжному сезону. В принципе, я-то уже и подготовлена. И вот я подошла. Волейбольная площадка здесь есть. Все это бесплатно. Приходите хоть там со своим мячом. Собираете команду. И играете в волейбол. Либо в баскетбол. Кстати, здесь такие вот классные скамейки есть. Они, в принципе, на протяжении всей этой аллеи, всего этого парка. Такие прикольные высокие скамеечки. Так, главную сцену я вам показала. И за главной сценой там, получается, есть еще большая-большая детская площадка. Там можно тоже с детишками, со своими ребятишками, можно время провести очень весело. Вот они, самокаты, даже, видите, стоят. Ролики, все здесь переобувается. И вот дети учатся кататься на самокатах, на роликах. Можно просто прийти и посидеть на скамеечке. Конечно, очень все красиво. Если у вас будет возможность, если вы приедете в Сочи, то обязательно вам нужно будет посетить Красную Поляну. Кстати, про то, что мы сейчас находимся на высоте 540. Если мы дальше вот на этих кабинках, мы поднимемся, дальше будет высота 960. Там тоже очень прикольно. Там своя атмосфера. Можно походить, погулять, пофотографироваться. Но и еще, что я хотела вам сказать. То, что по поводу отелей, которые находятся на высоте 540. Это вот там, где сейчас я нахожусь. Значит, первый отель, это, конечно же, Мэриот. Второй отель. Второй отель. Я вот сейчас даже вот так вот быстро даже и не вспомню, и не придумаю. Который бы я вам даже порекомендовала. Но что касается высоты 960, это однозначно, это однозначно 4-звездочный отель Горки Панорама. Если вы приедете, обязательно посетите данный отель. Там у них есть спад, классный семейный отель. Он сейчас даже, я видела в соцсетях, то, что он сейчас там лауреат, там, чего-то там на какую-то там премию, либо там чего-то, как лучший семейный отель. Вот. Борется за звание лучшего семейного отеля. Вот они, смотрите, даже вывеска. Есть апартаменты Красная Поляна. Бургер Кинг сразу же здесь есть. Здесь такой вот небольшой вот фудкорт. Я проходила мимо. Давайте сейчас еще раз вокруг пройду и немножечко с вами прогуляемся, и я вам покажу. О, здесь такая вот площадочка. И прикольно здесь туса, джуса всегда на этой сцене. Очень много проходит мероприятий. На Новый год, вот мы встречали 2023 год, мы встречали здесь. А в отеле вот еще какой я хотела отель порекомендовать. Это тоже от сетки Мариотт. Это Карт-Ярд. Карт-Ярд by Мариотт. И вот мы были в отеле Карт-Ярд, который расположен прямо около канатной дороги, около станции. И вот нам тоже он очень понравился. Неплохой. И мы встречали 2023 год. И здесь на главной сцене, получается, за час где-то до Нового года, здесь выступала группа... Сейчас я вам скажу, какая группа. Неа Студио. Какая-то другая группа, я уже забыла. Две дев... А, Бандерас. Вот, вот две девушки. Хотела сказать, две девушки. Вот, и парни. А там вот есть такая вот памп-трек, поведение на территории памп-трек. Вот, а я его скейт-парк называю. В общем, совсем для малышей. Там для более взрослых, здесь уже для более малышей, таких вот, более младший возраст. Смотрите, столики такие классные здесь. Есть с мягким таким вот покрытием диванчики, есть такие шезлонги. Можно присесть и отдохнуть.